В 17-й школе Черкеска прошло профилактическое антинаркотическое мероприятие, на котором психолог рассказывал школьникам о вреде курения. Молодые профессионалы WorldSkills Russia конкурс по разным компетенциям проходит сразу в нескольких муниципалитетах республики. В Черкесске соревнуются в поварском деле. В честь ребят, которые самоотверженно борются за свободу ЛНР и ДНР, в Черкесске организовали концерты с полюбившихся всем хитов. Курорты Кавказ.РФ перешли на прямое бронирование отелей. После ухода с российского рынка международных систем бронирования жилья Booking.com и Airbnb.com, горные курорты под управлением Миноком развития России предлагают гостям и отельерам свои официальные страницы в качестве платформы поиска и продаж. На сайте курорта Архыз доступно бронирование лодж-пансионата Allure. Он предлагает скидку 20% семьям с детьми с 26 марта под 10 апреля. Большинство отелей курорта Архыз также снижают цены в первые весенние месяцы. Так, гостиницы на курорте Архыз предлагают скидки на проживание от 15 до 35%. Дополнительно, по сообщениям Ростуризма, с 15 марта возобновится государственная программа туристического кэшбэка при оплате проживания картой МИР. Она действует до 1 мая, а бронировать отдых можно вплоть до 1 июля. На территории республики уже третий гон функционирует Оперштаб «Мы вместе». На данный момент штаб координирует сбор гуманитарной помощи и консультацию жителей Юго-Восточной Украины, которая сейчас находится в Карачаево-Черкесии. Подробности мы узнавали у гостя нашей программы Аси Хакировой. Здравствуйте, Ася Магомедовна. Спасибо огромное, что вы пришли к нам в гости. Мы знаем, что вы возглавляете Оперштаб «Мы вместе». И данный штаб уже на протяжении трех лет помогает жителям Российской Федерации и нашей республики по борьбе с коронавирусной инфекцией. И на данный момент Оперштаб занимается сбором гуманитарной помощи и помощи прибывшим на территорию Российской Федерации гражданам Юго-Восточной Украины. Расскажите, пожалуйста, чем вы конкретно сейчас занимаетесь и какая помощь оказывается этим людям? Добрый день, Руслан. Спасибо, что пригласили сегодня. На территории нашей республики развернут Оперштаб «Мы вместе». Это центр координации работы гуманитарной и волонтерской помощи в нашей республике для лиц, которые приезжают на территорию России из Юго-Восточной Украины. Сейчас ведется большая планомерная работа в нашей республике, которая вовлекла в свою деятельность огромное количество организаций, муниципалитетов, школьных учреждений, простых жителей нашей республики, которые готовы и жертвуют ту или иную помощь, которая может пригодиться этим людям. На территории нашей республики такие граждане уже есть, они приехали сюда самостоятельно, к своим родным, близким, друзьям. И мы уже в процессе работы принимаем заявки для того, чтобы оказать ту или иную помощь. Помимо этого, на базе Оперштаба развернут колл-центр, который работает через линию службы 122. Заявки принимаются следующего рода, то есть это вопросы в помощи оказания гуманитарной помощи, это вопросы правовой помощи, в которые включают в себя огромное количество направлений. На базе также нашего штаба ведется работа правового центра, куда можно позвонить, допустим, получить консультацию в том или ином вопросе. То есть, когда люди сюда приезжают, естественно, первый вопрос, куда обращаться, за какой помощью, как быть, кому звонить. Всем этим занимается наш правовой центр, консультирует людей, направляет в тот или иной орган исполнительной власти, либо же к нам в Оперштаб для того, чтобы мы оказали тоже со своей стороны помощь и поддержку этим семьям. На сегодняшний день у нас в нашей республике по поручению нашего главы Карачао-Черкесской республики Рашид Борисбевича Тимирезова совместно с партией «Единая Россия» региональным отделением отправлено уже два груза гуманитарной помощи в Ростовскую область для тех, кто пересекли границу Донбасса в Россию. То есть это разного рода помощь, то есть это одежда, продукты питания, какие-то средства личной гигиены. Первая необходимость и многое другое. От лица руководства Оперштаба мне хочется поблагодарить жителей нашего региона за то, что откликнулись на призыв о том, что нужно помочь в сборе гуманитарной помощи для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И, конечно, наверное, на сегодняшний день самое главное хочется сказать, что хочется поддержать наших ребят, которые сегодня на линии огня находятся, принимают удар на себя, пожелать им вернуться домой живыми и невредимыми. Ася Магомедовна, спасибо огромное, что нашли время и пришли к нам в гости, и рассказали о работе штаба «Мы вместе», который уже на протяжении трех лет работает во благо граждан России и не только. Огромное спасибо за теплые слова. И в свою очередь хочу поблагодарить за то, что вы сегодня пригласили, дали возможность более широко рассказать аудитории нашей республики о том, как ведется деятельность именно самого оперштаба и непосредственно, как можно помочь людям, которые к нам приезжают на территорию нашего региона. В 17-й школе города Черкеска прошло профилактическое антинаркотическое мероприятие, на котором медицинский психолог республиканского наркологического диспансера рассказал школьникам о вреде курения. Как школьники восприняли данные лекции и что они для себя усвоили в репортаже Харчиби Жиева. Не секрет, что наркотические вещества на корню уничтожают жизнь человека и даже табакокурение может привести организм в печальное состояние. Табачная империя является глобальной проблемой для всего человечества, так как воздействие табачного дыма – это одна из причин смерти, болезни и инвалидности большого числа людей. Так, в одной из школ черкесской медицинский психолог республиканского наркотического диспансера доступной в форме яркими примерами обратила внимание детей на вред этого яда. Мы все с вами знаем, что употребление никотиносодержащих веществ и курения на сегодняшний день все еще остается очень актуальной проблемой. Конечно же, мы должны информировать об этом молодежь, так как именно молодежь на сегодняшний день является основной мишенью для табачных компаний в плане производства новых современных никотиносодержащих веществ. Поэтому ребята, конечно, должны иметь в виду все эти последствия, к которым приводят употребление никотиносодержащих веществ современных, и, конечно же, уметь вовремя противостоять этому. Ну, антинаркотическое у нас уже в седьмом классе, например, есть. Оно, знаете, с чего начинается? Оно начинается с ответственности, которая возлагается на детей, либо на их родителей, на законных представителей в случае столкновения с такой проблемой. То есть в седьмом классе мы сразу детей не пугаем страшными картинками и видео, да? Мы им потихонечку вот это все преподносим. После лекции о вреде табакокурения ребята для себя усвоили кое-что очень важное, а именно, как этот яд активно влияет на несформировавшийся организм, постепенно разрушая его. Школьники пришли к выводу, что физическое здоровье важнее, а здоровье, как мы знаем, не купишь. Наркотики – это зло. Употребление наркотиков незаконное приводит к зависимости. Употребляя их, человек губит сам себя, того не понимая. Я за общество против наркотиков. Нельзя употреблять вещества, которые запрещены, потому что при их употреблении может быть летальный исход, и это очень вредно для здоровья. Может случиться рак легких или хуже – летальный исход. Люди, которые завистимы от наркотиков или просто попробовавшие их однажды, творят немыслимые вещи. Они губят свое здоровье. Я за общество против наркотиков. Для учащихся также был показан фильм о вреде табакокурения и употреблении снюсов, алкоголя и кальяна. Их пагубное влияние на организм человека, а также о тяжелых последствиях употребления других наркотических веществ. Харча Биджиев, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»! В республике набирает оборот чемпионат молодые профессионалы WorldSkills Russia. Конкурс по разным компетенциям проходит в разных муниципалитетах республики. А в самом аппетитном поварском деле соревнуются в колледже индустрии питания, туризма и сервиса Черкеска. Блюда готовят разные, от веганской закуски. Это множество вкусных рецептов на каждый день и для праздничного стола до нашего традиционного оливье. О настрое участника и об индивидуальном рецепте успеха узнавала Альбина Ламкова. Сейчас картошку натру, положу сверху рыбу, сливками залью и в духовку. Даниил Никольский – будущий кондитер. Всегда балует домашних своей выпечкой. Рыбу готовит периодически, но Себас впервые. Для сочного вкуса ему поможет верный рецепт соуса. У каждого повара он свой, но самый лучший способ для хорошего вкуса любой рыбы – ее пошаговое приготовление. И именно по технической карте отметил другой участник – Заур Тимурблатов. Также он рассказал и свой личный секрет успеха в приготовлении любого блюда. Главный секрет для приготовления вкусной и сочной рыбы. Пять лучших студентов соревнуются в региональном чемпионате по одному человеку из каждого вуза республики. Этому этапу предшествовал конкурсный отбор, который студенты прошли в учебных заведениях. Перед началом состязания участники прошли жеребьевку. Каждый из них получил персональный номер. Конкурсное задание должно выполняться по модулям. Студенты готовят первое, второе и третье. Первый день самый волнительный. Каждый участник готовит три порции салата оливье. Но здесь не все так просто. Конечно, это блюдо, которое каждый год стоит у нас на праздничном новогоднем столе. Особенность приготовления его на конкурсе в том, что используют необычный ингредиент. Это перепелка. А украшают тигровыми креветками. А добавление в блюдо майонеза собственного приготовления придадут ему неповторимый вкус. Конкурс длится 12 часов в течение трех дней, включая 30 минут на подготовку и 30 минут на уборку рабочего места. А два часа на составление меню. В первый день приготовления блюд отводится 4 часа. Во второй и третий по 4,5. Все участники конкурса, молодые профессионалы, стараются работать чисто, аккуратно и эффективно. Это у нас, получается, три площадки. Идет у нас объективная оценка, субъективная оценка и оценка судейская, как слепая дегустация, где наши независимые эксперты, работодатели оценивают от нуля до двух баллов. Чемпионат профессионального мастерства позволяет участникам проявить свои способности и проверить себя. Проходя испытания, студенты учатся новому. Смотрят на то, что делают другие, перенимают идеи, трансформируя их, получают что-то авторское. Сделать вручную майонез. Одно из самых важнейших, что можно сделать, это вручную сделать майонез. Но он у меня уже получился. Очень нравится. Испытываю такие ощущения, которые испытывает первая жизнь. Критерии оценки приготовленных блюд по всей стране идентичные. Конкурсные площадки максимально соответствуют требованиям к компетенции. В них устанавливают спецоборудование, подходящее по техническим характеристикам площадки. Каждый год задания чемпионата по компетенции. Поварское дело меняются, но по уровню сложности они всегда одинаковы. Подбираются разные компоненты, пересматривается набор продуктов. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Сотрудники Государственной филармонии Карачаева-Черкесии выразили свою поддержку Донбасским республикам в творческой форме. Артисты организовали концерт в поддержку освободителей Донецкой и Луганской народных республик. В честь ребят, которые самоотверженно борются за свободу ЛНР и ДНР, прямо в центре города, несмотря на прохладную погоду, артисты спели полюбившиеся всем хиты. Жители и гости столицы с удовольствием слушали песни творческих коллективов в государственной филармонии и подпевали им. Таким образом, все собравшиеся выражали поддержку освободителям в их нелегкой миссии, желали им вернуться к своим семьям и скорее перенести им мир. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Субботний выпуск Вести подошел к концу. 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 Субботний выпуск Вести подошел к концу.